Йоу, what's up, homies! Выглядит всё чуть-чуть по-другому, потому что... Ну да, короче, сетап у меня сейчас будет чуть-чуть другой, поэтому вы сорян. Но сегодня то, что вы долго ждали, и это перестройка Хьюстон Рокетс сегодня у нас с вами. И ща мы, короче, замутим самую легендарную... Я не могу назвать... В принципе, я не могу назвать это перестройка, это больше как ремонт. И щас мы будем решать с вами, что мы делаем с Крисом Полом, что мы делаем с Клинтом Компеллой и всё такое прочее. Итак, Хьюстон Рокетс. Команду, которую вы все уже давно просите, я давно обещал. Сейчас посмотрим, что у нас с ними получится, честно, я не уверен. Так, Load Draft Class. Кстати, вот это вот так выбираете вы. Драфт классы с новыми арками. Когда у вас это... Но после того, как вы выбрали команду, у вас появляется окно Load Draft Class, User Created Draft Class, и потом вот выбираете. 19-й это с Зайоном, а 2020-й это уже на следующий зитон. Да. Поэтому я выбираю 2020-й, потому что Зайон у нас уже тут в лиге. Итак, наша команда. Джеймс Харден, Крис Пол, Клинт Капелла, Кеннид Ферид, Эрик Гордон, Джеральд Грин. Короче, всё так же самое, в принципе, и осталось у Хьюстона. Кавай ещё не определился, куда он пойдёт. Так что Кавай у нас до сих пор в Raptors. Я думаю, первым делом, потому что Криса Пола обменять будет очень тяжело, поэтому если мы что-то найдём на Клинта Капеллу, не знаю, на Клинта Капеллу что-то хер найдёшь, что-то нормальное. Вот Эннис Кантер и Маркус Моррис, но... Давайте попробуем что-то на Криса Пола, потому что Крис Пола тоже такой тип. Гордон Хейвер. Данил... Какого хера Данила Галлинари 89 общий? What the fuck? Блин, эти составы, созданные людьми, какая-то дичь полная вообще. В принципе, такой трейд был возможен в реальной жизни. В принципе, Джимми Батлера было бы неплохо. Короче, давайте вот так поступим, Джимми Батлер. Джимми Батлер у нас будет... Отправляем Криса Пола в Майами Хит на Джимми Батлера. Окей. Коучинг. Остин... Значит, у нас... Да, у нас... Остин Риверс, Джеймс Харден, Джимми Батлер, Келли Алиник, Клин Капелла. Фарид, Гордон, Такер, Неней, Шамперд. Тут, короче, Харден у нас на втором номере начинает. Так. Защитный рейтинг Б у Дан Тони? Ему надо Ф. Он вообще никакой в защите. Вы что гоните? Нападение А+, а в защите Ф. Какого хера Маркус Морр в свободных агентах? Нам, в принципе, надо разыгрующий нормальный. Я думаю, Кори Джозеф может подойти в этом случае. Кори. Кори Джозеф, здравствуйте. Кори Джозеф на Имана Шамперта, чтобы у нас Риверса кто-то заменял. Но, в принципе, нам надо и так, и так. Нам надо разыгрующий, да? Что, давайте попробуем Маркуса Смарта подписать на один год. Окей, подписали Маркуса Смарта. Итак, Харден, Маркус Смарт, Батлер, Алиник, Капелла. Фарид, Гордон, Риверс, Пиджей Такер и Кори Джозеф. Окей. Ну, окей. Давайте, короче, пробовать симулировать. Посмотрим, что у нас выйдет. Симулируем, короче, до сюда. Итак, Хомес, после первого сезона вы можете заметить, что у нас 60 побед. На втором месте Окла Хомес, 52 победы. Я вам скажу так, что к перерыву на матч всех звезд Голден Стейт были за нами на втором месте. И были очень близки. И, как вы можете заметить, какой-то хера Лейкер с Леброном и Эйди нет в плей-офф. Вот это прикол. Но они могут бороться с Антонио Спёр сейчас. Но, короче, интересненько очень сейчас получается у нас на Западе. Мы повторяем MVP сезон Хардена, в принципе. И мы выиграли 61 игру. И сейчас посмотрим, кто будет MVP. И это Кайри Ирвинг. За Бруклинец MVP. What the fuck? Кайри Ирвинг, я знаю, ты на мои видео смотришь. Поздравляю, братан. Джаморент у нас лучший новичок. Горан Драгич у нас лучший шестой. Янис лучший защитник. Юсуф Нёркич, Most Improved. И, ну, конечно же, братик Дан Тони у нас здесь. Интересно. Сан-Антонио Спёр все-таки попали у нас в плей. Давайте посмотрим наш тендингс. Бруклин Нед 61 победа тоже. Нихера себе. Ну, у них Киди же не травмированы, в принципе. Торонто Рэпторс упали аж до шестых сейных. Нихера себе. Где Лейкерс? Лейкерс, вот. Да уж. Не собрали они состав. Ну, окей. Мы в первом раунде играем против Сан-Антонио Спёс. Бум. Спёс. Сан-Антонио Спёс. Бум сейчас мы симулировали. Мне очень интересно посмотреть, кто дошел до как. Бруклин вообще разрывает всех. Да и мы разрываем всех. 4-0. И Бруклин тоже 4-0. Да что это? У нас этот финал выглядит, будто будет Бруклин и Хьюстон. Иран против Денвера, которая команда очень даже сильная. Так. Филадельфия тут зрела. Вашингтон. Торонто 3-6-е сейные выиграли. У Детройта. Индиана. Чикаго туда попал. Нихера себе. Окей. Хьюстон. Окей. Камон. Это вообще разрыв. Там ОКС разрывает ГСВ. 4-0. 4-0. В первых раундах. Бруклин 0-3 летит. What the fuck? What? Мбит 29. Харрис 24. Кидюша тут подводит. Я понял. Кайрис зато разносит. Кибит. Ковик может. Ну, пацанчик дома играет. Что можно еще сказать? Вот это да. Так. А что в Golden State по составу? Можно. Можете мне сказать. ГСВ. Я не. Кари, Томпсон, Рассел, Казин. Нет. Все живы, все здоровы. Интересно. Ну ок. Мы будем играть с ОКС скорее всего. Да. ОКС. Торонто, Филадельфия. Финал конференции. Торонто, 6-е сейны. Походу кто-то травмировался. И вернулся. Поэтому они разносят. Это, наверное, кто-то. Это Кавай Ленард. ОК. Мы играем против тех, кто заняли второе место. Им проявили дома первую руку. Это мне не нравится. 1-1. ОК. Надо выиграть теперь на выезде, парни. Победа на выезде. Камон. Хорош. Камон, Харден. Еее. 3-1. Закрыть дома. Закрыть дома и финал. Фак. Филадельфия нас ждет в финале. 3-3. Йоперный балет. Так что вы делаете? Первую четверть мы выиграли. Вторую прорали. 5 очей. Всего лишь разницы. О. До хера чей разницы уже. ОК. Мы уже 20-ку видим. Офигенно. Все. Можно уже не волноваться за ней. ОК. 141-120 мы победили. И теперь финал NBA. Хьюстон Рокет. Силадельфия. Севинни-Сиксерс. Что в принципе вполне реально в этом году. Даже несмотря на то, что они потеряли Баттлера. Они вполне могут быть фаворитами. Если Торонто потеряет Кавай. А если Кавай идет, например, в Клиперс. То я думаю, Хьюстон может финальчик пропасть. А если он пойдет в Лейкер, то все, диди. Лейкер в финале. ОК. Симулируем первую ру. Победа дома. ОК. Камон. Тут. ФАК. Гребаная Филадельфия. Его оперный балет. Мы сейчас Филадельфии занесем. Кто в этой Филадельфии играет? Эмбит и Хэрис просто вдвоем разносят кибитку. А у нас что? Харден, Алиник. Где он? Баттлер. 31 минута. Пять очей. Ты ж горешь. Капец нас Филадельфия разносит. Филадельфия вырыла чемпионат NBA. Его оперный балет. Вау. Вот это прикол. Мне не понравилось, что Джеми Баттлер у нас. Такую дичь устроил. Играет как говно. Надо что-то делать. И это что-то будет у нас... Хэдскаута подписать сначала. Бьюк Кэнди Дэй. Сейчас мы посмотрим, кто тут у нас. Ого. Ого. Удаляем. Файр. И вот этот Сталфер. Где он? Смотри, какой. Пейс и Спейс еще. Четыре года. Все деньги, которые у меня есть. Забирай их. Сделай нас чемпионами, брат. Так. Сталфера подписали. У нас теперь хэд-коуч. Который самый, наверное, офигенный в игре. У него тупо все А. И А-плюсики. Very nice. Так, у нас ни одного... Наш ни драфика вроде нет, да? Терри Кеванс ушел в Оклахому. Fuck you. Я не вижу смысла кого-то подписывать, потому что никто так насильно не усилит. Выкидываем зарплаты. Гордона. Джейк Раудер и Эвери Брэдли за Эрика Гордона. Окей, давайте. Короче, давайте на Мэтигу, потому что Гордон упал по рейтингу все жестко. Еще раз трейфайдер. Теперь Алиника выкинуть. Вообще я ничего не могу найти. Капец, за Алиника вообще ничего нет. Что делать? А ну, Баттлера, если менять. Реально. Мемфис хочет отдать нам Джа Моренто. И Парсенс. За Джимми. Да, Андре Хартенс, Атланты. Это, наверное, самая тяжелая, блин, перестройка, которую я делал. Вообще я без понятия, что делать. Да, мы попали в финал, но типа... Что дальше? Ну, давайте, наверное, потому что Пиджи Такер вообще никакой. Давайте Бояна и Руди. На Джимми Баттера. Так как мы взяли Руди и Бояна, мы берем и обменяем капельку. Короче, самый нормальный вариант Джейлен Браун и Дэниел Тайс. Мы возьмем себе чувачка помоложе. Как все сложно, ужас. Так, короче, у меня такой трейд, чтобы обменять Алиника, обмениваем Нене, обмениваем Остина Риверса. И три наших пика на Серджа и Баку и братика Паскала Сиакома. Ясно, на такое согласен. Very nice. Великолепно. Теперь у нас, теперь у нас хоть какая-то команда начинает собираться. Так. Итак, у нас Джеймс Харден, Джейлен Браун, Боян Богданович, Паскал Сиаком и Руди Гобер. Со скамейки у нас Ибака, Краудер, Фарид, Тайс, Брэдли и Кори Джозеф. Все очень даже неоплавно. Камон, камон, парни, надо разносить эту кибитку. Давайте, ну что у нас сколько у нас? Десять человек бирает? Одиннадцать человек бирает. Я хера себе ротацию типа. Давай девяточку. Итак, Хомис. Джеймс Харден у нас MVP в этом сезоне. Мы снова закончили 60-тонной победой. И хоть заслуженно победил. Эрджей Хэмптон у нас новичок. Дэни Шрёдер лучший жестой. Дефенсив плеер у нас Дреймонд Грин. Крис Милтон у нас Most Improved. И Кенни Аткинсон у нас коуча Дегер, который с Бруклином снова выиграл 60 игр. Короче, мы и Бруклин снова в первые Сиены. Можете мне сказать, где, пожалуйста, Лейкерс в плей-офф? What the fuck? Филадельфия, третья Сиена. Торонто вообще выпали. Где Торонто вообще? Не все, наверное, все нормально. Кавалинер с раунами, все понятно. Ну, в общем-то, я очку опять Филадельфии, если честно, увидеть. Первый раунд симулируем против Сан-Антонио Спёрса. Думаю, тут опять должно быть 4-0. Да, бля. Пожалуйста. Хух, сладко, господи. Как-то все тяжело. Тяжело мы начали. Окей, Порленд. Камон. Камон, Хьюстон. Хьюстон, мы проблемы. Ну, камон. Камон, камон, дожать, 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 дожать. Фак! Камон, дожать! Камон! Новый Ролиан, кстати, на втором месте был. И про Ролиан Киси в седьмой гридома. Ну, видно, что они молодые ребята. Там Зайан Уильямсон уже 89 рейтингом, блин. Кто создавал этот драфт-класс? Кьюстон и ОКСи. Камон, у нас второй год подряд у нас с ними битва в финале конференции. Новые чисто райвулри. Камон, камон, камон. 3-0, хамон, хамон. 4-0, мы в финале. Мы ждем. Филадельфия или ОКСи, пожалуйста. Если будет Филадельфия, пожалуйста, нет. Опять Филадельфия в финале. Я хачкую, потому что они нас... ОК, мы снова дома. Фа-ха-ха-ха! Камон, 1-1, на выезде победа. Камон. Камон! Надо победа. Камон, Хьюстон! Хьюстон, Хьюстон Рокет, камон Джеймс Харден, я что, зря старался тебе MVP-шку достать, или что? Братанчик Надо уважать братика Джемпин на последние 30 секунд Хорошо, мы победили Наконец-таки Вытянул нас из жопы и создал более ровную команду В уровне Джеймса Хардена, вместо того, чтобы он его была Вторая звезда, набрал ему таких Скажем, не пятерочек, а четверочку С плюсиком ему понабирал игроков И теперь у него все великолепно Все, короче, победа Наконец-то Я, наверное, уже третий сезон не буду делать Потому что, Хомес, мне надо бежать на тренировку Уже скоро, но я думаю, вам понравился Понравился этот выпуск Перестройки Хьюстон Рокетс, наконец-то у нас Чемпионы Я думаю, что им реально надо построить ровную команду Вокруг Джеймса Хардена, им надо сделать что-то типа Что-то типа Торонто в прошлом году И я думаю, у него очень даже все получится Потому что я не думаю, что он сможет сыграться Со звездой типа Криса Пола Я не знаю, будет ли его Пробовать так сильно менять Потому что Golden State же нет А кроме Golden State их, в принципе, никто не мог обыграть Прошлые два года Короче, будет очень интересно посмотреть Потому что следующий сезон NBA будет просто Настолько ровный Ну, только если Ковальд Зойкерс не придет Потому что туда будет По сути, у нас будет еще, блин, еще Golden State, только теперь Лейкерс На этом, в принципе, все, ребят Надо обижать на тренировку Надеюсь, вам понравился этот выпуск В следующий раз я сделаю побольше выпуск Перестройки уже И представляйте в комментарии Какую команду вы хотите увидеть в следующей На этом, в принципе, все Всем спасибо за просмотр Я увижу вас в следующем выпуске Пока!